Я проснулся утром и обнаружил, что мои наушники капли не работают, левое ухо повреждено. Как оказалось, его перегрызла моя кошка. Первое, что я почувствовал, это обиду, даже злость. Но спустя пару минут я посмотрел на кошку. Я как будто осознал, что она разговаривает со мной. Я представил, что она сказала мне. Хозяин, ты вправе сердиться на меня, даже наказать. Но я хочу сказать тебе кое-что. Жизнь кота не уличного, а домашнего. Жизнь кота, которого приручили люди, которого воспитали, которого кормили с ложечки в первые дни его жизни. Которым любовались каждое утро, гладили сотни раз и выбирали для него самую мягкую подушку. Такая жизнь наполнена лишь одним, благодарностью и любовью. Каждое утро, когда ты идешь на работу, когда ты отводишь ребенка в школу, когда ты уезжаешь в командировку на пару дней. Я жду, я жду тебя. И дело тут не в свежей сосиске в тарелке. Я могу продержаться без еды больше, чем два дня. Хотя ты же не оставлял меня больше, чем на сутки. И никогда без запаса еды. Когда тебя долго нет, я жду. Когда же ты вернешься? Я прислушиваюсь к каждому шороху в подъезде. И вот, я слышу. Слышу знакомый ритм шага. Я уже радуюсь, стоя возле двери. Я знаю, это ты. Я хочу сказать другое. Мы, коты, собаки, хомяки и попугаи. И прочие домашние питомцы. К сожалению, мы живем меньше, чем наши хозяева. Но это не значит, что мы вас не любим. Мы для вас лишь часть вашей жизни. Вы для нас вся наша жизнь. Редактор субтитров А.Семкин